здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный сливочно творожный крем с карамелью крем прекрасно держит форму он идеально подходит во первых для начинки тортов пирожных капкейков и также для украшения тортов пирожных и капкейков в конце этого видео я покажу сборку большого очень торта именно с этим кремом в начинке сейчас приготовим карамель здесь у меня 200 грамм сахара я ставлю на огонь на очень умеренный огонь 180 миллилитров сливок 30 процентов жирности я довела до кипения и добавил туда щепотку соли и сняла с огня и отставила пока что сахар начинает потихоньку плавится из боков я слегка его начинаю пододвигать к центру ничего здесь я пока не перемешиваю еще раз повторяю на очень умеренном огне я все это делаю сейчас моя задача чтобы сахар полностью растворился когда сахар растворился я добавляю туда 100 грамм сливочного масла здесь мне 82 процента жирности масла все это просто перемешиваю сейчас у меня плита полностью выключена то есть в горячей карамели масло полностью разойдется и туда же я сейчас вливаю все горячие сливки и опять все очень хорошо перемешиваю еще раз повторяю что плита у меня выключена на данный момент как только прекратится вот это бурное шипение я опять включаю сейчас плиту на умеренный огонь и провариваю карамель примерно полторы тире две минуты но это очень примерное время до температуры 106 градусов цельсия и карамель готова я ее снимаю сейчас с огня переливаю ее в жаропрочную емкость где она у меня просто будет остывать сейчас до комнатной температуры видите ничего не подгорело всю карамель вот такого цвета должна получиться то есть ни в коем случае не темнее и так карамель у меня остыла до комнатной температуры и я начинаю приготовление крема 400 миллилитров очень холодных сливок для взбивания жирностью не менее 30 процентов туда же я отправляю 16 грамм ванильного сахара и 500 грамм очень охлажденного сыра маскарпоне есть две пачки у меня 500 грамм я добавляю 300 грамм творожно-сливочного сыра еще раз повторяю здесь у меня двойная большая порция на огромный торт 30 на 30 сантиметров в описании я напишу также пропорции вдвое меньше нужно брать на стандартный круглый тортик 20 сантиметров в диаметре взбили сейчас до мягких пиков и я туда добавляю 250 грамм пастообразного творога если у вас нет пастообразного творога добавляйте обычный творог 9 процентов жирности предварительно нужно его пробить блендером вот такая масса у меня получилась она такая полуустойчивая сейчас я туда введу в два приема всю карамель карамель у меня остыла до комнатной температуры она ни в коем случае не должна быть теплая карамели здесь у меня примерно 400 грамм сразу хочу ответить на вопрос в комментариях будут задавать можно ли здесь вместо карамели использовать одну банку то есть 400 грамм вареной сгущенки можно но вкус будет совершенно уже не тот консистенция крема будет более жидкой примерно по полторы минуты я прорабатываю каждую часть карамели крем получается необыкновенно вкусный и ароматный вообще ни в какое сравнение он не идет по вкусу с кремом на вареной сгущенки это просто праздник вкуса для тех кто любит все с карамелью вот именно этот крем и крем у меня готов вот такой гладкий красиво он получается и сейчас как я обещала в начале видео я покажу вам сборку именно большого торта квадратного как прекрасно держит форму крем именно уже в начинке как он себя ведет бисквит здесь у меня 30 на 30 сантиметров это чудо бисквит без разрыхлителя его подробное приготовление есть у меня в отдельном видео с другим тортом я вам оставлю ссылку на то видео я его пропитываю просто холодной кипяченой водой крем я переложила в кондитерский мешок и смотрите немного не доходя до края бисквита я отсаживаю бордюры из крема потом я их дополню кремом но сейчас чтобы мне уже быть уверенной что у меня ничего не выйдет за края именно этих бортиков мне нужно вот таким образом работы и наполняю все это пространство кремом крем как вы видите очень глянцевый получается очень равномерный необыкновенно ароматный вкусный идеально сочетается просто по вкусу вот с этим ванильным бисквитом очень советую приготовить в описании под видео я вам напишу про порции на тортик в круглой форме именно и бисквита и самого крема кому это будет интересно можете приготовить и как готовится этот бисквит ручным миксером без разрыхлителя я вам ссылку дам также в описании к данному видео выкладываю второй корж уже на крем пропитываю также его водой холодной кипяченой когда собираем вот такие большие прямоугольные квадратные торты сразу смотрим чтобы все было идеально ровно выпекаю я такие большие бисквиты всегда в разъемной форме без дна в том видео по приготовлению бисквита я все это подробно показываю также пропитали этот корж и также немного не доходя до края бортика я отсаживаю уже прослойку крема крем я разделила на две равные части в один кондитерский мешок я отсадила одну часть и во второй другую так очень удобно работать все это также разравниваю сейчас вы смотрите здесь для тех кто новичок кто вот незнакомый со сборкой подобного рода тортов больших показываю здесь фундамент так сказать при сборке подобных тортов то есть если вы хотите чтобы он у вас не косил этот торт уже вот именно в такой прямоугольной или квадратной форме сразу же еще на уровне сборки начинки все наши пустоты где у нас немножко не достает крема сразу же дополняем его отсутствующим кремом это очень важно потому что потом при украшении торта чтобы не сталкиваться с проблемами выравнивание чтобы не выравнивать большим обилием крема уже для декора обязательно в таких тортах укрепляем вот так уголки и в прямоугольных и в квадратных это очень важный момент потому что как правило особенно у новичков уголки всегда проседают вот это очень большая проблема потом торт в готовом изделии уже смотрится не таким ровным обратите на это внимание до этого на это внимание не обращал видите какой плотный красивый крем и устойчивы в работе накрываю сейчас тем коржом который был у меня дном при выпекании также его пропитываю и сейчас убираю его в холодильник этот торт желательно на ночь для того чтобы он пропитался просто обернув его пищевой пленкой ни в какую форму я его уже не ставлю то есть он настолько стабильный но в то же время очень влажный очень пропитанный будет тортик но прекрасно держит форму именно с этим кремом вот в таком виде сейчас убираю его в холодильник украшать здесь можете абсолютно любым кремом то есть на ваше усмотрение и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео